Всем привет! С вами команда Florarium Plants, Георгий и Мария Короленко. Сегодня у нас видео на злобу дня. Оно посвящено таймерам. Сейчас мы расскажем, что, зачем и почему. Последнее время, да и не только последнее время, у наших клиентов часто возникают проблемы с настройкой и перенастройкой вот таких вот штуковин таймеров. Таймеры нужны для того, чтобы в автоматическом режиме включать и выключать различные электроприборы. Причем абсолютно любые. Можно туда воткнуть систему опрыскивания, электрический чайник, обогреватель или что-нибудь еще. Мощность приборов обычно ограничивается двумя с половинами киловаттами, поэтому что-то сильно мощное сюда, наверное, втыкать не стоит, потому что сгорят контакты. А для наших всяких бытовых устройств это очень удобная штука. Сегодня мы будем рассматривать три вида таймеров. Это секундный таймер, минутный таймер электронный и минутный таймер механический. Начнем с самого простого. Это механический таймер, минутный. Шаг у него обычно около 15 минут. То есть точность плюс-минус 15 минут. То есть слишком точные какие-то приборы, которые должны включиться там ровно в 10-0-0, выставить по нему не получится. Но тем не менее для освещения такая точность, например, не важна. Плюс-минус 15 минут нас не волнует. И обычно для освещения используются именно такие таймеры. Они, во-первых, дешевые, во-вторых, они очень удобны в настройке. Единственное, у них есть минус. Если у вас выключается электричество по какой-то причине, этот таймер начинает отставать на то время, сколько было выключено электричество. Допустим, если у вас настроено включение таймера на 10 утра, и у вас до этого было выключение электричества ночью, допустим, на час, то у вас включится не в 10, а в 11. Настраивать таймер очень просто. У него есть вот такой вот крутящийся циферблак. Крутится он только в одну сторону. В другую сторону с усилием не пытайтесь его провернуть, потому что сломаете шестеренку. Есть вот такая вот стрелочка. Стрелочка должна указывать на текущее время. Смотрим. 2204. Крутим на 22. Вот так вот. По всему диаметру циферблата находятся вот такие вот рычажки, которые можно поднимать и опускать. Опущенные рычажки означают, что в это время таймер будет включен. Поднятый, что выключен. Сейчас у нас по всему диаметру рычажки подняты. Вот. И плотно прижаты вот к этому белому диску. Допустим, нам нужно сделать включение света. Поскольку. Ну, эти в 10 и сделаем. Начинаем вот отсюда, от 10, опускать эти рычажки вниз. И идем в сторону времени, когда свет должен выключиться. Ну, допустим, в 17. Обычно световой день у флорариума 14-16 часов, если он без водоема. Все. Таймер у нас настроен. Вот. Теперь мы можем воткнуть его в розетку. И воткнуть уже в него прибор. Сбоку у таймера есть вот такой вот рычажок. Это переключение автоматического режима и насильного включения. То есть, вот где кружочек с часиками нарисован, видно? Это автоматический режим. Вот. В таком режиме он и должен быть. Если вы вдруг посреди ночи проснулись, решили включить свет у вас во флорариуме, переводим таймер вот так в ручной режим, свет включится. Вот. Но автоматический режим тоже нужно будет обязательно не забыть переключить. Вот. Собственно, вся настройка. Это наиболее дешевые таймеры, но они, соответственно, ломаются чаще всего. Ломается в них обычно шестеренка. Она пластиковая, находится там внутри. Вот. Если его слишком часто и долго крутить, она стирается. Вот. Ну и просто из-за времени работы такого таймера тоже она приходит в негодность. Обычно срок службы около трех лет. Вот. После этого желательно их поменять, потому что он застывает в каком-то одном положении и перестает уже крутиться. А след... Следующие таймеры, которые мы будем рассматривать, это таймеры электронные. А они имеют свою внутреннюю память и небольшой аккумулятор внутри. Поэтому при выключении электричества у них настройки обычно не сбиваются. Хотя всякое бывает. Если большой скачок напряжения, то, в общем, они могут глюкануть. Это секундный таймер, это минутный таймер. В принципе, устроены они практически одинаково, хотя и производятся разными фирмами. Вот. Я подозреваю, все они делаются на одном заводе в Китае. И алгоритм их настройки, в общем-то, одинаковый. То есть, у них везде забита одна и та же программа. Отличие только в том, что у секундного таймера шаг в одну секунду, у минутного в одну минуту. То есть, с помощью секундного таймера мы можем включить какой-нибудь любой прибор длительностью от одной секунды. Минутный от одной минуты. Всего у этих таймеров забито 8 программ. То есть, можно сделать всего максимально 8 включений в сутки. Бывают фирмы, которые производят таймеры с большим количеством программ. Я видел с 12 и с 20. Но это обычно минутный таймер, секундных таких я не видел. Но и для наших целей обычно такое большое количество включений, в общем-то, и не нужно. Давайте перейдем к настройкам. Когда вы достаете таймер из коробки, обычно у него внутренний аккумулятор плохо заряжен. И когда вы начнете его настраивать, он может сесть в любой момент, и вам придется все повторять заново. Поэтому сразу же втыкаем его в розетку. Аккумулятор начинает заряжаться, и значит, он уже не выключится в процессе работы. Следующее. Независимо от того, что там горит на циферблате, нужно сделать обязательно сброс настроек. Вот такая вот тут есть утопленная кнопочка R, Reset. Берем обычную шариковую ручку и нажимаем. Все цифры у нас стираются. С этого можно начинать настройку. Теперь начинаем настройку. Зажимаем одним пальцем кнопку Clock, и вторым пальцем нажимаем на кнопку Week и переключаем дни недели. Вот там они наверху переключаются. Нам нужно поставить нынешний день недели. Вроде бы это был четверг сегодня. Дальше. Нам нужно выставить текущее время. Сколько у нас? 22.11. Также зажимаем кнопку Clock и нажимаем на кнопку Hour. И можно ее зажать, то цифры побегут быстрее. Выставляем 22. Теперь выставляем минуты. Также зажимаем кнопку Clock и минуты переключаем. 11. Также есть возможность выставить секунды. Но я считаю, что это нафиг не надо. Если бы там уж какой-то очень точный прибор какой-то включать. Все. У нас настроено время, но программ никаких пока еще нет. Чтобы настроить программы включения-выключения. Что-нибудь видно там? Угу. Нажимаем кнопку Прок. И у нас тут появляется вот такая вот картина. Это установление времени первого включения. Если мы не будем делать ничего какое-то время, там полминуты, наверное. Таймер снова перейдет в режим показывания часов. Итак, нажимаем кнопку Прок. И выбираем дни недели, в которые он должен включаться. Но обычно это все дни недели. То есть одно нажатие, они сразу все зажигаются. Но есть возможность. Вот нажимаем кнопку ВИК дальше. Вот дни недели по отдельности. Потом дни недели рабочие. Дни недели выходные. Без воскресенья. Вот. Через один. Но через один с другой стороны недели. По три. По три с другой стороны недели. Вот. И снова как бы в начало. Вот. Но опять-таки нам нужно все дни недели. Поэтому их и оставляем. Дальше просто кнопкой Хауэр выставляем время первого включения. Пускай это будет совпадать со временем включения света. Ну, допустим, 10.00. Вот. Минуты мы не трогаем. Вот. Хотя можем секунду, мы тоже не трогаем, хотя можем. Дальше. Нажимаем второй раз кнопку Прок. У нас появляется режим настройки второго. Первого выключения. Первого выключения. Вот. Также нажимаем кнопку ВИК. Чтобы у нас высветились также все дни недели. Если мы еще раз нажмем кнопку ВИК, и у нас будет понедельник только. Вот. То это уже будет сбой в таймере, и он будет вести себя непредсказуемо. То есть он по понедельникам точно вам какую-нибудь фигню устроит. Поэтому снова пролистываем все эти страшные режимы, пока не появятся все дни недели. Допустим, нам нужно, чтобы он работал, прибор наш, 10 секунд. Выставляем время 10. Минуты мы не трогаем, а вот секунды нажимаем до 10. Все. Получается вот 1 OFF. 10.00.10. Это значит, таймер включится в 10.00, выключится в 10.00. Часов в 10 секунд. Да. После этого, вот, я сейчас ничего не делал, он снова пережил в режим часов. Снова нажимаем кнопку PROC. Он нам показывает опять вот то, что мы настроили первый раз. Режим включения. Второй раз нажимаем кнопку PROC. Он показывает время выключения. Если мы еще раз нажимаем кнопку PROC, вот, мы можем настроить... Ну, следующую программу. Ну, следующую программу. Время второго включения, да. Вот. То есть мы опять нажимаем неделю. Все часы. Обычно мы ставим опрыскивание раз в 2 часа, поэтому ставим в 12. Еще раз нажимаем кнопку PROC. Опять выставляем все дни недели. Время 12.00. Ну, допустим, 20 секунд. Вот. Снова нажимаем кнопку PROC. Будет третья и так далее. Вот. Таким образом мы настраиваем все время включения и выключения. Вот. После этого, вот, мы либо ничего не делаем, он сам перейдет в режим показывания времени. Вот. Либо можно нажать кнопку CLOCK, тогда он насильно перейдет в этот режим. Но. Пока мы время-то настроили, вот, но таймер находится в режиме OFF. Вот тут, видите, написано. Это значит, что он просто выключен и никакие свои вот эти функции выполнять не будет. Вон там. Поэтому нам нужно включить автоматический режим. Видно что-то? Да. Нажимаем вот эту вот с пальцем кнопку. Появилась кнопка AUTO OFF. Это означает, что, ну, в данный момент таймер выключен, но он находится в автоматическом режиме. И как только стукнет 10.00, он включится, отработает то, что ему нужно. Если еще раз нажать эту кнопочку, то он включится в режим ON. То есть он включится насильно и будет работать, пока вы его не выключите. Если еще раз нажмете эту кнопочку, будет режим ON-AVTO. Это означает, что он будет все еще включен. Но когда наступит время 10.00, он выключится. То есть если вы, допустим, вот такой вот режим включили там ночь, он до 10 утра, 10 секунд будет молотить у вас и работать. Поэтому, когда мы ставим автоматический режим, всегда ставим режим AUTO OFF. Да, это очень важно. Ну, собственно, все, наверное, с настройками. Да, смотрите, на некоторых таймерах вместо пальчика будет находиться кнопка либо MOD, либо ON-AVTO OFF. У всех по-разному они называются. В принципе, это то же самое. Есть еще такая страшная кнопка RANDOM. Если вы ее вдруг случайно нажмете, вот, таймер будет случайным образом, вот, в случайное время, на случайную длительность времени включаться и выключаться. Поэтому смотрите за этим, иначе можно устроить потоп хороший. Вот, когда она нажата, тут горит буковка R. Вот, поэтому таймер лучше держать в недоступных местах, где случайно там ногой, рукой на него не нажмешь. А, теперь вкратце про режим полива, который мы обычно настраиваем в наших флорариумах. Естественно, все флорариумы разные, вот, и везде это индивидуально, вот, но есть некоторые, как бы, закономерности. Обычно мы при начальных условиях запуска опрыскивание делаем достаточно длительным, даже избыточным. Это делается для того, чтобы все субстраты успели промокнуть, растения успели укорениться, потом мы постепенно опрыскивание длительность уменьшаем. Обычно ставим через каждые два часа во время светового периода. То есть, если в 10 включается, а в 12 выключается, это будет 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22. В ночное время опрыскивание не нужно и даже вредно. Это может вызвать загнивание растений. Для флорариумов среднего размера с опрыскиванием МИУС обычно мы начинаем с 30-40 секунд каждые два часа опрыскивания. Потом, по мере разрастания растений, мы уменьшаем это время до 10 секунд за раз. Еще раз повторюсь, это все очень индивидуально. У кого-то будет больше, у кого-то меньше, но вы можете начать с таких примерно параметров. Показатели, то, что вы там делаете правильно, будет то, что дренаж не будет очень сильно переполняться, вам не надо будет лазить туда каждый раз и выливать воду, но все-таки он наполняться должен. Потому что если там в дренаже вообще ничего нет у воды и стоит сухость, это значит, что вы точно не доливаете. Там хотя бы должна быть испарена. Я уже не говорю, там прям воды много, но чуть-чуть испарена обязательно должна быть. Ну, а так это все индивидуально подстраивайте. Перелить, это, конечно, хуже, чем засушить. Но смотрите на состояние растений. Через некоторое время вы привыкнете, и они сами вам будут подсказывать. Ну что ж, надеемся, мы ответили на самый популярный вопрос месяца. Всем пока, с вами были Флорариум Планс. Маши всем ручки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.